Доброго дня! Вы смотрите программу о животных на телеканале Самарагис «Хочу домой». Это программа о собаках и кошках, которым нужен свой дом и ответственный владелец. Далее вы увидите видеовизитки трем собакам, необходим свой дом и любимые владельцы. И сюжет о счастливой собаке, которую нашли в Ижевске, привезли в Самару и успешно нашли ей хорошего владельца. И гость в студии, руководитель самого большого чата по поиску собак в Самаре и губернии, организатор сообщества «Зоопоиск» Ипатова Светлана и администратор, также соорганизатор этого чата Надежда Гальвас. Здравствуйте! Еще раз так, ну, немножко о чате «Зоопоиск», который стал популярным в нашей губернии. Ну, вообще, давайте, наверное, все-таки с историей его. Все началось с того, что пропала моя собака. Причем пропала она в Краснодаре, мы отдали на время туда. Я в это время находилась с годовалым ребенком в Самаре, и у меня не было возможности попасть в Краснодар, а у того, у кого она потерялась в Краснодаре, не было возможности ее искать. И вот я сидела, паниковала, то есть, ну, использовала все какие-то ресурсы. А какая собака-то? Порода какой? Беспородная. Беспородная? Метис, да, большой. То есть, еще такая собака, это тоже, кстати, особенность, это дворняга, большая, и никто бы на нее не обратил внимания, то есть, ее не взяли бы как потеряшку, она бы и бегала там до бесконечности. Вот. И кто-то из самарских волонтеров посоветовал мне обратиться в питерскую группу «Юки дома» и хотя бы, ну, спросить вообще, как это все можно вот организовать. Я туда зашла, как-то уговорила админа, и вот мы начали поиск, то есть, я находилась в Самаре, админ этой группы находился в Питере, а собака потерялась в Краснодаре. Ну, это долгая история, как все это было, все очень эмоционально, то есть, это вот нужно было собрать людей, абсолютно незнакомых, как-то сделать в Краснодаре, находясь в Самаре, и как-то заставить их проникнуться, и вот поднять с места, и заставить пойти искать, упросить, уговорить. Ну, и в конечном итоге у нас это получилось, нашли мы ее на девятый день, причем нашли по печатным объявлениям, хотя очень многие на тот момент говорили, что это вообще прошлый век, и что это не работает, но я на тот момент полностью доверилась координатору «Юки дома», потому что у них был большой уже опыт, они на тот момент, по-моему, два года уже работали. И вот мы начали заклейку, то есть, представляете, да, незнакомые мне люди в Краснодаре шли, распечатывали объявления, шли клеить, ну, это у меня до сих пор мурашки, потому что я безумно им благодарна, конечно. И вот шла какая-то женщина, увидела объявление, через пять минут увидела собаку, вернулась, посмотрела телефон, мне позвонила, ну, и после этого мы ее нашли, туда сразу выдвинулась, наверное, человек пять, и к одной из девушек она запрыгнула в машину, то есть у меня собака, ну, я сразу говорила, что она воспринимает машину как безопасное пространство. Она просто пробегала мимо, девушка открыла дверь, собака туда запрыгнула, и мне ее привезли к дому в Краснодаре. Я вообще была в шоке от того, что такое возможно, от того, что незнакомые люди вот так вот готовы откликнуться. Ну, и после этого уже пошли по Самаре. Была, но я думала, ну, как, ну, вроде бы как-то у нас вот большие группы, типа, я потерялся, ВКонтакте есть, и все это работает, и, наверное, это сложно, и, в общем, думала. И потом через месяц примерно был поиск собаки, которую привезли из другого города, она убежала из ветклиники, и вот я просто сидела, смотрела, как нервничают хозяева, как ее ищут, ищут, и нет никакого результата, и предложила девушке помочь по моей схеме уже отработанной. Ну, то есть на тот момент я не думала, конечно, что вот этот вот чат зоопоиска разовьется вот в такую большую группу, но ее получилось поймать по той же схеме, и с этого момента мы решили этот чат оставить, и вот до сих пор он работает уже скоро, ну, полтора года примерно. Через сколько вы поняли, что чат действительно начал работать? Вот просто от начала, от первого дня. Я была сразу в этом уверена, потому что я это все пережила. Я знала, что это просто вопрос времени. Ну, наверное, через месяца три, когда уже стали люди по другим поискам обращаться, обращаться, у нас был поиск такса Барси, и вот на ее поиск пришло достаточно много людей, прям, наверное, человек 600 сразу. И тогда уже стало понятно, что люди в нас тоже поверили. В настоящее время, вот уже полтора года вы говорите, работает чат, в настоящее время, насколько вот много объявлений поступает вам за день? Есть какая-то статистика? И как вы все успеваете смотреть? Там уже постоянно, постоянно, постоянно что-то меняется. Мне кажется, надо просто сидеть в этом чате. Мы, к сожалению, не все успеваем, к большому сожалению. Большой объем, на самом деле. То есть вот вчера было буквально три объявления сразу. То есть о поиске собак. Одну нашли прям, ну, за короткий период времени, скажем так. Ее кто-то увидел по объявлениям опять-таки, что она с дворовыми собаками бегает. Ее забрали хозяева. Две собаки сейчас в поиске идут до сих пор. Одна собака, ну, нас как бы в очень долгом поиске. Ее видели где-то на Норде, потом она куда-то переместилась, на Гагарина. То есть, ну, она абсолютно такая... Ну, может быть, по характеру это вот как раз и есть и собаки, которые, так сказать, относятся к категориям... Свободовимения? ...путешественников, туристов, не знаю, там... Ну, нет, там просто собаку отдали в добрые руки. Добрые руки ее благополучно передали кому-то третьему. Потеряли, и вот она так у них и скитается. Уже как бы с января месяца, уже долгий срок прошел на самом деле. Поэтому большое количество сообщений, что помогите найти, там, ориентировки сделать. Ну, и большое количество тех, кто заходит в чат, написать просто, что мы видели собаку, бежит там-то, там-то. И тут же заходит хозяин, у меня пропала собака, кто где-то видел, то есть как можно эту ориентировку сделать, помогите. Ему прям вот на два сообщения выше про вашу собаку пишут. И он выдвигается, забирает свою собаку, если она там, где-то еще в этой местности. То есть на самом деле чат в этом смысле как информационное поле работает. И это большой плюс. То есть не только то, что мы выдвигаемся как волонтеры на поиски, именно вот выходим там помогать, клеить, искать. То есть уже люди помогают, именно выходят, реально не сидят просто за компьютером, не передают эту информацию, а уже выходят на улицу. Да, действительно, они выходят на улицу, они смотрят, обращают внимание, потому что есть запрос. То есть он есть в информационном поле, человек его видит и уже по неволе просто замечает, как происходит, что вот прибежала собака, они ее ли там ищут. Элементарно зайти в чат и посмотреть, у нас как бы есть там инфопоиск, и там ориентировки все выложены. Большое спасибо. Я пока прервусь на несколько минут. Итак, время смотреть видеовизитки. И что это такое? Это информация о собаках, которых стараемся пристроить в добрые руки и к ответственным владельцам. Всех собак, которые здесь предоставлены, мы проверяем на это социальную безопасность. По крайней мере, чтобы не было явной агрессии. Обращаем внимание, что в конце каждой видеовизитки есть номер телефона, по которому вы сможете позвонить и уточнить более полную информацию. Итак, смотрим. Необычный, привлекательный вид. Как из мультика со словами, он не лает и не кусается. Зашли маленьким щенком на трассе Новороссийска. Привезли в Самару и сейчас прищепка, так назвали щенка, ждет своего владельца на протяжении трех лет. Никак не дождется свою семью. Совершенно особенная собака, отлично ладит с другими животными, с детьми. И вообще для семьи прям отличный вариант. В квартиры, в туалет не ходят, терпят. Поэтому обратите внимание. То есть и бородку причесать, и будет просто сама красота. Заберите собаку по кличке Прищепка домой. Она готова уйти из парюта прямо сейчас. Обращаться по телефону 8 917 019 18 27. Плотный, упитанный, с красивой рыжей шерстью, с красным оттенком, пёс по кличке Имбирь ждет своего владельца. Он очень-очень энергичный, любит людей. Ему подойдет человек с активным образом жизни, кто любит прогулки, какие-то, может быть, активные виды спорта. Он будет всегда бежать, бежать за вами. И даже если вы будете в плохом настроении, он будет всем своим видом показывать вам, говорить вам, я тебя люблю, я тебя люблю. Заберите этого красивого пса домой. Он очень толковый и уже через месяц будет вам предан. Имбирь готов уйти из парюта прямо сейчас. Обращаться по телефону 8 917 019 18 27. Спокойный нрав, уникальный характер, благодаря которому Боня, так ее зовут, может легко уживаться в любой атмосфере и самостоятельно оценивать любую ситуацию. Она может приспособиться буквально ко всему. Я думаю, что она подойдет для, может быть, какого-то одинокого человека, может быть, для пожилого человека. Она ни в коем случае не даст перестать вести такой, ну, в меру активный образ жизни. Она там не бешеная, да, но в квартире ей будет очень комфортно. Ну, хотя и здесь у нас в вольере она тоже чувствует себя неплохо. Она не старая ей, ну, года 4 примерно. Вот, поэтому для квартиры это будет отличный вариант. Она не крупная, вот, и контактная, со всеми нормально общается, но лучше, конечно, единственной собакой. Итак, предлагаем обратить внимание на замечательную Боню. Заберите ее домой, она станет для вас лучшим другом. Обращаться по телефону 8-917-019-18-27. Итак, напомню, у нас в студии руководитель самого большого чата по поиску собак в Самаре и губернии, организатор сообщества «Зоопоиск» Ипатова Светлана и Надежда Гальвас. Вопрос, который я хотел еще задать до нашего первого блока. А как вы определяете, это бродячие собаки или это потеряшки? Вот на данный момент мы разработали такие буклетики, которые раздаем на выставках, в ветклиниках. И здесь как раз все это прописано. Ну, основная, конечно, отличительная черта – это чаще всего собака бывает в шлейке, в ошейнике, иногда с поводком. Ну, то есть так они обычно убегают, если это не самовыгул. Собака хаотично движется, собака может запрыгнуть в автомобиль, собака не боится заходить в подъезды, в общественный транспорт. То есть она полностью расположена к людям, но при этом боится ситуации. То есть она не умеет ориентироваться в городе. Она не умеет в городе выживать одна. Мне кажется, это сразу заметно. То есть собаки, которые изначально уличные, они ведут себя намного спокойнее, чем домашние потеряшки. Ну и, конечно, внешний вид. Они более ухоженные, более красивые. Сколько человек сейчас работает над чатом, сколько постоянно наблюдают? Это ваша основная работа или вы где-то еще работаете? 12 админов в данный момент у нас в чате. И нет, у нас у всех есть своя основная работа, а это как помощь окружающим. Вот может быть какое-то такое временное увлечение или нет? На данный момент мы решили приступить к регистрации сообщества, потому что это, в общем-то, облегчит взаимодействие с какими-то структурами. Ну, даже если взять как пример, мы часто спрашиваем записи с камер, потому что нам нужно понимать, в какое время собака побежала, в какую сторону она побежала, вообще как она себя вела, потому что от этого тоже можно сделать какие-то выводы. То есть на данный момент мы находимся в стадии регистрации организации как НКО. Но для нас это волонтерство, то есть это абсолютно не монетизированный какой-то проект, это все просто от души. Но для меня каждый поиск – это вот до мурашек, то есть это такие качели эмоциональные, начиная с того, что вот просто поступила информация. И чем мы всегда призываем хозяина активно участвовать в поиске, то есть чем активнее хозяин, тем активнее проходит поиск. Потому что как бы мы не хотели, как бы мы не проникли ситуацией, мы не можем вот так вот эмоционально проникнуться, как это может объяснить хозяин. И чем больше в чате эмоций, тем больше людей откликается на этот поиск. Поэтому… Вот, да, у меня тогда еще вопрос. А насколько вот сейчас часто охватывает всю ту аудиторию, которая ищет своих собак? Есть потеряшки, да, есть контакты записаны на стене, есть еще где-то. Вот. Ну, или точнее вопрос, насколько люди информированы вот о вашем чате все-таки? Ну, на самом деле сейчас уже многие участники чата скидывают какие-то ссылки хозяев, то есть уже без нашего ведома, просто потому что понимают, что здесь… У нас в группе собрано очень много информации. У нас есть вся информация про отловы, про стационары, про… Есть алгоритм поиска. Мы можем предоставить какие-то атрибуты для отлова, для поимки животного. То есть это кошколовки, собаколовки, у нас есть камера, у нас… Вот сейчас мы приобретаем сачок такой профессиональный, то есть… А-а-а, профессиональный сачок, да? Чтобы не быть покусанными, когда ты ловишь домашнюю собаку, которая в стрессе. А вам часто приходится ловить собаку? Надежде часто. Нет, серьезно, мы ловили собаку, но ее, видимо, выгнали на улицу, ну, скажем так. И она была в диком стрессе, она прошла пол Самары, то есть она была в стрессе, мы пытались ее поймать на ЖД-станции, она, соответственно, очень сильно сопротивлялась, потому что она не понимала, размером с таксу. То есть это, надо понимать, маленькая собачка, то есть абсолютно. Но от страха она агрессировала, поймали, благополучно пристроили в новую семью. То есть она у нас на передержке была, мы нашли хорошую семью, как бы занятия с кинологом, и благополучно живет. А вот, кстати, по поводу кинолога и дрессировки собак, а вот в основном теряются дрессированные собаки или не дрессированные больше, не воспитанные? Ну, воспитание и дрессировка – это две разные вещи, ну, немножко разные вещи, да? То есть воспитание – то, что дома, а дрессировка – это действительно выработка у собаки определенного алгоритма рефлексов и так далее. Вот кого больше? На самом деле мы… То есть я именно подложу, знаете, о чем? О том, что все-таки всех собак нужно воспитывать, воспитать, ОКД, да, и так далее, пройти все-таки. Мы на самом деле этот вопрос не задаем, то есть он не входит в такой перечень обязательных вопросов. А вдруг в этот раз собака понимает команду ко мне? Я думаю, что если бы собака проходила хотя бы ОКД, то хозяин бы, пройти, сказал. Поэтому вот мое личное мнение, что, наверное, ни одной собаки с курсом дрессировки не терялось. Ну и, конечно, мы за то, чтобы собак воспитывали. То есть если у нас есть дети, они идут в школу. Если у нас есть собака, то она должна пройти какую-то собачью школу. Это вполне нормально. Какое количество сейчас людей в чате, если подвижки, к примеру, вот сегодня ушли, то есть, ну как, вот человек потерял собаку, но заходит, он должен зарегистрироваться, или просто кидает сообщение в чат? Вот какова схема, какой механизм работает? В среднем в день у нас прибавляется 30 человек. Это вот заходят-выходят, но остается плюс 30 человек. То есть чат постоянно растет. Мне кажется, это достаточно большой прирост для... Люди заходят, выходят или остаются? И заходят, и выходят. Мы не следим, кто именно, поэтому мы этого не можем сказать. Кто-то заходит, кто-то выходит. Но всегда примерно плюс 30 человек остается в день. Ага, вот так вот, да. Но сейчас около 6 тысяч, там 5 тысяч 900 с чем-то. Ну и видно всех, что там они вот сейчас в сети или нет? Ну сейчас у нас у многих в Телеграме скрыт статус, кто в сети, там есть просто, был недавно. Но активных пользователей порядка 300. То есть, ну прям вот, чтобы активно было, что реально помогает как-то советами, какие-то там просматривает, мониторит группы. То есть, ну, 300 человек. То есть, это прям вот максимально, скажем так. Не просто те, кто находится в чате. Итак, нам пора переходить к сюжету о счастливой собаке, которую нашли в Ижевске, привезли в Самару и успешно нашли ей хорошего владельца. Так получилось, что в августе прошлого года любимая собака Елены Чалкиной ушла, как говорят в народе, за радугу, дорогой цветов. В доме стало пусто, несмотря на то, что еще жив и здравствует кот, который был другом прежней собаки, прожившей счастливые 14 лет. Переживали, думали, а может снова завести собаку или кошку. А здесь еще и кот совсем заскучал. Решили не брать породистую собаку. Начали просматривать фотографии собак из приюта. Ну и вторая фотография, на которую я наткнулась, это была фотография Айчки. Ну и неделю она у меня не шла из головы. Через неделю я позвонила на передержку, где она жила. Самое смешное, что оказалось, что она в полкилометре от нашей дачи была, на передержке тоже на даче. Ну и я оттуда прям заехала, посмотрела на нее. Тоже долго думали, мы сомневались, потому что очень было больно еще. Эту немецкую длинношерстную овчарку нашли в одном из районов города Ижевска. Женщина из Самары, работая там на заводе, пару недель наблюдала за ней, подкармливала. И в свой выходной увезла собаку из Ижевска в Самару, временно оставив ее у себя. Спустя еще неделю выложила фотографии во все чаты потеряшек. В это время Елена Чалкина и наткнулась на эти фото. Знаете, даже какую-то роль сыграло то, что они очень похожи. Овчарка была длинношерстная у нас. То есть вы все-таки постарались найти в новой собаке какую-то часть старой собаки? Что-то или сравнивали? Даже не знаю. Нет, не сравнивала, не сравнивала. Да ну, мне в свое время, знаете, мой ветеринар сказал, что с этой породы не соскакивают. Вот у нас уже третья овчарка. Последние лет 15 народе среди любителей животных бытует мнение, что больших собак держать в квартире немыслимо, не рекомендуется, нельзя. Ну, я-то вообще не согласна, понятное дело с этим, раз у меня третья собака, да. То есть у нас раньше вообще двухкунтная квартира была, когда у нас первая собака появилась. То есть никаких проблем нет совершенно. То есть она действительно находит себе место. Ну, а Таечка у нас любит спать около порога. То есть вот она себе там нашла место. Ну, а поскольку в квартире жалко, она даже на подстилке не спит. То есть есть у нее и коврик свой, и все. Ну, не хочет. Вот жарко, тепло летом. Ну, а летом-то мы на дачу с ней уезжаем. То есть там ей, конечно, при воле. И Волга рядом, и лес, калитка в лес открывается. Но в квартире, я вот не знаю, я не вижу никаких проблем. Ну, гуляем мы с ней два раза в день. Утром и вечером. Кстати, замечательно, чтобы смеснить образ жизни, например. Прошло 4 месяца, как трехгодовала немецкая овчарка по кличке Айя появилась в семье Елены Чалкиной. Можно сказать, повезло обеим. Собаке – с новой хозяйкой, а Елене – с Аей. Однако они еще познают друг друга. Ну, во-первых, она начинает осваиваться. Правильно? То есть из глубин подсознания что-то там вылазит. Ну, это же всегда так. Это и у людей так же. Вот, ну, я думаю, что мы понимаем друг друга. Хотя, например, дочь с ней как-то еще немножечко опасается так сильно заигрываться. Вот, взрослая дочь у меня. С кошками ладит. Нормально. Отлично. Они по ней ходят пешком. Кошки ведут себя более нагло, чем собаки, так сказать. На улице Айя ведет себя отменно. За собаками не гоняется. Любит играть. Но самое главное – она боится остаться одна без Елены. На прогулке отходит от нее не более чем на 7-8 шагов. Очевидно, собака боится снова остаться одна. И уже, возможно, почувствовала доброту и любовь от Елены и ее семьи. И теперь старается отплатить ей тем же – собачьей преданностью и любовью. Насколько сложно или, наоборот, просто начать процедуру поиска? Я имею в виду, вот человек потерял собаку, он заходит на ваш чат, да? Или, опять же, наверное, предыдущий вопрос. Я, может, немножко продублирую именно про то, что вот он зашел, он сос, там, у меня потерял собака. Ну и все. И все, да? В принципе, с этого и начинается поиск. Мы просим фотографию, соответственно, как потерялось, ну, обстоятельства, соответственно. Хозяин, не хозяин. И насколько вы готовы участвовать в поиске. То есть один момент, когда вы просите просто информационно, так сказать, поддержать, что вот делайте там репост по своим группам. Это один момент. А когда нас просят прямо сделать ориентировки, то есть помочь фактически походить, поискать, поклеить, это немножко другой момент. Соответственно, с этого и начинается уже поиск. Как только человек пишет, что помогите, у меня потерялось, что мне делать? Мы даем список групп, на которых первоначально надо разместить информацию. Делаем ориентировку, если человеку она нужна. Соответственно, если он говорит, что да, я готов, я готов печатать, клеить, помогать, призывать к поиску, то есть к помощи просить. То есть это не только админы должны делать, это именно делают и хозяева в основном, потому что на них идут. Грубо говоря, если человек сам не будет играть главную роль в поиске своей собаки, то большинство людей не среагирует на это все. То есть постоянный контакт? Постоянный контакт должен быть абсолютно. Телефоны выкладывают там, ну и это в смысле информация. Постоянный контакт обязательно про все сигналы первоочередно в чат. То есть вот если кто-то вдруг позвонил и сказал, что видит собаку, человек, хозяин должен зайти и написать первым делом это в чат. Это две минуты. И возможно там будут рядом люди, возможно они среагируют очень быстро. Ну то есть да, постоянный контакт, и от этого зависит успех поиска. Мы выстраиваем алгоритм, мы даем задачи участникам, мы делимся советами, рекомендациями. Делимся советами те, кто уже прошел вот этот вот поиск, ну то есть хозяева бывших потеряшек. Но сам успех зависит от активности хозяина. А самое дальнее расстояние, которое пробежало собак в процессе потери? Лорд. Лорд. Это коникорса? Да, коникорса Лорд, он у нас, я считала лично, в районе 200 километров. То есть это мы прям вот выстраиваем, это те точки, которые мы знали, которые вот были как раз-таки сигналы. У нас же он терялся, так сказать, извиданно там на 2-3 дня, потом он всплывал снова, то есть оп, сигнал. Мы его отмечаем на карте, выстраиваем. 200 километров, группа говоря. То есть это очень большой расстояние для собаки. Он прошел все районы города. А сейчас судьба Лорда неизвестна? У хозяйки. У хозяйки, да? У хозяйки, да, все, у них все хорошо, благополучно живут. Они периодически присылают нам приветы, записи свои, как у них все, они там взаимодействуют. Были ли собаки, которые, допустим, были взяты из приютов, и они опять сбежали от своих владельцев? Или это все-таки все метисы? У нас было столько случаев, что уже вот так вот сложно. Сказать даже. Ну вот малышка была у нас собакой из приюта, но она еще и не была у нового хозяина. То есть она пропала в момент передачи на руки новому хозяину, она выбежала и потерялась. Долго мы ее искали, наверное, месяца полтора тоже, да? Да, и нашли ее тоже чисто случайно. То есть ее не могли поймать, уже знали, где она, но она там по озеру ходила, по тонкому льду, и куда люди не могли подойти. Были немецкие овчарки или такие вот именно служебные породы? Были, и они теряются достаточно часто. Часто, да? И сейчас. В поиске трое. А чего больше теряются именно от того, что собака боится по своему характеру, и имеет пассивно-оборонительную реакцию и пугается из-за этого, да? Ну, генетический страх, скажем так. Или это все-таки, ну, тоже связано с каким-то периодом времени, скажем, вот новогодние праздники. Новогодние праздники много теряются? Очень-очень большое количество. Мы вот с содроганием ждем майских праздников, потому что, скорее всего, будет опять наплыв потеряшек. Ну, это и салюты, это и расслабленность хозяев, то есть они отмечают праздники, не всегда гуляют на поводке, на природе отпускают собак. Тоже вот в полях летом это, конечно, очень сложно искать. Но не все собаки убегают из-за страха. Есть породы, в принципе, склонные к побегам. Хаски, вот какие-то охотничьи собаки. Ну, чисто такая свободолюбивая порода. Да, собачья свадьба тоже много убегает. То есть тут вообще не предугадаешь очень много причин. И вот собака может потеряться. То есть у нас очень важная такая линия поведения чата. Мы никогда не ругаем хозяев, потому что... Ну, потому что как я могу ругать, допустим, если я сама теряла двух своих собак, одну вот большую в Краснодаре, и даже мой маленький старичок уже полуслепой, у меня есть еще собака китайская хохлата, даже он умудрился у меня потеряться, бахнул салют, мы были на даче на закрытой территории, кто-то пустил салют, и он пропал. Вот мы обыскали все. Собака абсолютно моя, она абсолютно послушная. Я просто не понимала, куда он мог испариться. И потом как-то случайно вообще у меня возникла мысль, что он мог спрятаться под домиком. Прошел час уже к тому времени, как мы ходили, его и звали. И вот я туда лезла, в эту щель 30 сантиметров, и он на самом деле там сидел, и мы могли бы ходить там бесконечно. Он застыл, как истукан, то есть вот для него это было настолько шоком. То есть, ну, нельзя предугадать все. Были ли дни, когда не было поиска собак? Бывают такие дни? Конечно. Бывают. Ну, они, конечно, теряются. Это день тишины конкретно в нашем чате. А так собаки теряются каждый день. Такого, чтобы во всех группах, на всех ресурсах не было потеряшки, я не встречала. Ну что же, наша программа завершается, и мы встретимся с вами через две недели. А в заключение хотим сказать, если у вас есть истории о собаках, которых нашли на улице, которым дали шанс на жизнь в хороших условиях, и у порядочных и добрых владельцев, звоните нам по телефону 8-927-686-0790. Всего вам хорошего и мирного неба над головой.